Здравствуйте, ребят, сюда интервью снимать? Да, здравствуйте, подождите, пожалуйста, нам надо, чтобы микрофон. Меня зовут Надежда Певна, хотя зачастую я не нуждаюсь в представлении, и я самая лучшая ведущая новостей. На улице классная погода, а я следующая года. Меня всегда просто замечали, я могу пройти по улице, а я чувствую на себе взгляды других. Вот как-то какой это был. Первый курс, меня пригласили сняться в рекламе, я, кстати, играла там главную роль. Соскучись по мне! Соскучись по мне! Я там снялась, эта реклама облетела чуть ли не весь земной шар. И можно сказать, на следующее утро я проснулась популярной. Познакомимся? Пошел нахуй! Знаете, вот мои коллеги, операторы, они говорят о том, что со мной не просто легко работать, я сама это чувствую. Я чувствую, как я быстро учу, я просто моментально могу записать. Вот с первого раза, с первого дубля я даже могу поспорить с кем-то, что запишусь ли с первого раза, и я записываюсь. Осторожно, мины. На противотанковых ежах макет для того, чтобы воссоздать атмосферу. На противотанковых... Блин, это тяжело для меня. Отечественная война. Блин, там надо было вложить ваши деньги, я понимаю. Осторожно, мины. На при... Красная армия победила в мировой отечественной войне, да? Не то. Когда победила отечественная война. И операторы вот всегда хотят пойти на сюжет со мной, потому что они знают, что если пойду я, я не только... Я не буду отнимать ни у кого время, я сразу четко, по делу, по факту, быстро и лаконично. Вот это про меня. Зачем ты сюда пришел? А с чего ты взял, что будет интересное мероприятие? Я хочу в себе, знаете, отметить такую черту, что свойственно не каждому журналисту. Я умею правильно задавать вопросы. Я считаю себя акулой пера. Мой вопрос может завести человека в тупик. И мой вопрос может сделать так, что вокруг рядом стоящие журналисты просто будут не знать, что еще задать. Александр Юрьевич, а вот скажите, было такое, вот не то, чтобы вас удивило, а то, что вы не знали, и вам это не дала Академия? Вы пришли, ну вот вам сказали это делать, а вы этого не знаете? Или вы, то, что вам сказали, вы это делали только потому, что Академия дала вам основу? Еще раз задайте вопрос. Вы туда написали просто заявление о том, что вы хотите пройти, и она уже дала согласие? Или как это все происходило? В онлайн-версии. По переписке, кто договаривался, вы или Леша? Это сложный вопрос. Завистники, ну, знаете, их всегда много, потому что чужому счастью завидовать легче всего. Ну, журналисты часто задают мне этот вопрос, и поэтому, чтобы ответить на него раз и навсегда, я выложила это в своем инстаграме. Привет всем, кто завидует мне за спиной. В жизни я свое место знаю, и оно далеко не последнее, потому что я никогда не становлюсь врядом. Давайте больше не будем об этом вопросе. Давайте лучше поговорим о моих талантах. Вот, что хотела рассказать. С детства всегда занималась танцами. Я помню, еще даже в школу не пошла, я уже ходила на танцы. Я занималась всеми видами, там, ча-ча-ча, сальса, румба, пумба. Все это было про меня. Я действительно не постыжусь этого слова «королева» и «богиня танцпола». Было как-то раз такое даже, что я начинала танцевать, а мужчина, не нашего, скажем так, менталитета, начал забрасывать в меня деньгами. Я, конечно, сразу испугалась, убежала, но как позже оказалось, у них такие традиции. Но вот после этого я еще больше стала уверенной, что мои танцы, это действительно эстетически красиво. Я так люблю петь. Я мимо зеркала не могу спокойно пройти, чтобы не спеть. У меня по хате я хожу все время, что-то пою. Моя соседка постоянно мне говорит, Надя, замолчи. С утра я начинаю петь песни. У меня может одна песня перетекти в другую. Ну, в общем, в общем. А в караоке, в караоке... Уходим на пару, на пару, на пару. А в караоке? Ну, что говорить за караоке? В караоке я вообще набираю 100 баллов. Так что все нормально. И скажу тебе в глаза... Ой, знаете, я на самом деле очень люблю готовить. Для меня этот процесс настолько важен, потому что вот я хочу приготовить, и чтобы это понравилось моим родным. Я всегда стараюсь вложить душу, частичку в себя. Я никогда не готовлю вот просто так тяп-ляп. Моя еда не то, что просто даже вот вкусная. Она еще эстетически красиво выглядит. Кулинарная программа с Надеждой Певной. Вот я еще готовлю себя, собственно, говорится. Сегодня у нас салат из свежей редиски. Свежего, продолговатого огурца, без пупырчатого. И лука. Нарезали лук. Мелкими кусочками нарезали редиску. Квадратиками. Лук страхиваем сюда. Добавляем нашу кудесницу всех, приправ, блюд. И всего того, что есть в кулинарии, соль. Знаете, я вообще настолько позитивный человек. У меня никогда, я стараюсь, чтобы у меня никогда не было плохого настроения. Я всегда стараюсь послать позитивный поток энергии во Вселенную. Он возвращается ко мне. От меня всегда идет оптимизм и счастье. Вот те, кто общается со мной, они знают, как это. Лера, я тебе рассказала, что я сегодня не в настроении. Я же не хочу, чтобы было так, как вчера вечером. Недавно я выяснила, что на этой неделе у меня был маниакально-депрессивный психоз. А на той шизофрения. Мне кажется, эксперимент начинает подходить к концу. Теперь всегда, когда Надя будет нервничать, я буду завязывать ее в этот балакон. Я верю в то, что мысль материальна и в то, что если мы чего-то очень сильно захотим, то это обязательно сбудется и вся Вселенная будет этому содействовать. Я за здоровый образ жизни и я негативно отношусь как к алкоголю, так и к курению, потому что, во-первых, для меня, как для журналиста, пить нельзя, потому что я берегу свой здравый смысл. А курить я не хочу, потому что голос, мое оружие, мое воздействие на людей просто будет не такой, как мне хочется. Поэтому я и не курю, не пью. Все, камера выключена. Чтоб фильм пошел хорошо. Ваше здоровье. Давайте я вам помогу. Сниму. Спасибо. 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 Спасибо.